8 июля отмечается удивительный и древний праздник в честь супружеской пары Петра и Февронии Муромских покровителей семьи. Легенды о них до сих пор восхищают сердца людей непоколебимой верой в любовь. Несмотря на трудности, супруги дарили друг другу истинное чувство и поддержку. Их жизненный путь был пронизан испытаниями, но они преодолевали все трудности, основываясь на взаимопонимании верности. Сегодня мы понимаем, что отношения княжеского сына Петра и простой крестьянки Февронии яркий пример любви, преданности и самопожертвования тех качеств, без которых не построить счастливой семьи. Мы православные люди, фактически мы привыкли к такому стандарту жития святого, что святой родился у благочестивых родителей, детство провел благочестиво, рано ушел в монастырь, принял монашество, много молился, ну и так далее. Конечно, безусловно, Петр и Февронии Муромские, они тоже, безусловно, что много молились. И несмотря на то, что конец их земной жизни также, в общем-то, они приняли монашество, тем не менее, большая часть их земной жизни прошла как раз-таки в браке. То есть они спасались в браке. Безусловно, что таких святых, которые не принимали монашество, а именно спасались, будучи людьми семейными, конечно, гораздо меньше, гораздо меньше, чем нежели тех святых, которые спасались будущими монахами, становились святыми. Но, тем не менее, они есть, и олицетворение вот этих святых, которые спаслись в браке, дает всем нам понять, что и мы, семейные люди, мы не лишены того, чтобы стать святыми, чтобы приблизиться к Богу и избавиться от своих грехов. Жизнь прожить – не поле перейти. Эту фразу чаще всего можно услышать от людей старшего поколения. Жизненные перипетии – никто не знает, как они повлияют на нас. А потому всегда важно, чтобы рядом были самые близкие люди, готовые помочь в трудную минуту и поддержать. И, как правило, это семья. В День Петра и Февронии более 20 брещан решили зарегистрировать свой брак именно 8 июля – в День семьи, любви и верности. В праздничный день, День святых Петра и Февронии, в нашем отделе ЗАГС будет создано 20 новых семей. Наш город пополнится вот еще на такое количество молодых пар. Семья – это те два человека, которые, наверное, объединили себя общностью. У них общие интересы, у них общие взгляды, у них общие характеры. Вот в чем, как спрашивают некоторые у нас и студенты, когда приходят, в чем, что же такое семья. Семья – это два любящих сердца, которые соединили свои, как я называю, две судьбы в одну, чтобы свою дальнейшую жизнь прожить всегда вместе, рядышком и рука об руку. Своё важное решение стать семьёй молодые супруги Владимир и Анна Ковзель приняли через год после знакомства. Владимир настучиво ухаживал за Анной, давая понять всю серьёзность намерений. И вот стоя перед друг другом, молодожёны поклялись пронести чувства, которые соединили их через всю свою большую долгую, а главное – счастливую жизнь. Торжественное бракосочетание по-настоящему было праздничным, искренним и очень трогательным. Познакомились в интернете, как и вся молодёжь, в принципе, сейчас. Общались в интернете, как обычно, долгое время, потом встретились, прошло несколько встреч и, так сказать, предложили отношения. Прождала год и получила заветное предложение. Понял, что это, скорее всего, она та самая. Буду за неё бороться. Владимир и Анна уже супруги. Они понимают и принимают ту самую ответственность, которая предполагает совместная жизнь. И неудивительно, что вопрос нашей съёмочной группы, что такое семья и любовь, не заставил молодожёнов задуматься, ведь они уже знают ответ. Это опора, это общее дело, так сказать, не знаю, как это сказать. Уважать продолжение жизни. Новая стадия. Начал понимать, что всегда кто-то будет рядом, всегда будет поддерживать, любить, уважать. Любить, верить, разговаривать, общаться, ну, чтобы был контакт между собой, не ссориться. Что ещё? Уважать, поддерживать. Идти на уступки. А почему любовь для нас? Это что-то безграничное, это невозможно описать. Это слов таких нет. Это просто очень хорошие эмоции, это непередаваемо. Я не знаю даже значение слова «любовь», его так и не скажешь. Это чувство между двумя людьми, которое сложно описать. После официальной части родители и друзья искренне поздравляли молодых, желая любви, счастья, верности и долгих лет счастливой совместной жизни. Семейный совместный путь Владимира и Анны только начинается, а у кого-то любовь длиною в 60 лет продолжается. И такие пары в наш объектив попадали не один раз. Запомнилась больше всего супружеская пара Ветрениковых. У Геннадия и Людмилы хватило мудрости и любви, сопереживания и верности, чтобы выстоять и противостоять любым испытаниям на прочность. Потому их праг сегодня с большой и незабываемой 60-летней историей. Бриллиантовая пара гордится, что у них есть свои воспоминания, свои традиции, чем и радуют супруги своих детей, внуков и правнуков. Одна из семейных традиций перед вами – юбилеи круглые отмечать в официальных органах. У нас 25, мы отмечали еще на Гоголе, было 50. Ну и уже раз так сделали, мы не планировали, но это у нас с нулячка под тихо. В чем секрет семьи Ветреников, спросите вы? Ответ кроется в каждом взгляде, прикосновении рук, улыбках – это любовь, а еще в умении прощать и редкое качество молчания. В скандале, в любом скандале, расставание или там что, задай себе вопрос, в чем я не прав. При любом. Если ты сумеешь ответить себе на этот вопрос, то есть ты должен у себя внутри покопаться. Тот не прав, ты обвинять можешь как угодно, но сначала покопайся в себе. А я считаю, что надо уметь прощать. Прощать. Не умеешь прощать. И как бы, вот сейчас вот любовь, любовь, любовь. Любить – это надо отдавать, но не брать. Отдавать. Потому что жертва это. Хочешь, не хочешь – надо. Больная, не больная – есть приготовить надо обязательно. Особенно при любом скандале. Надо еще лучше приготовить. Задобрить. Когда хорошо, то и так хорошо. В кино пойдем, можно не обедать. Но когда порога уже, надо обязательно обедать, чтобы был вкусный, хороший. Наверное, сегодня каждая пара, вступившая в брак, мечтает дожить до того дня, когда сможет отметить такую годовщину. А потому нужно просто любить друг друга искренне, уметь слушать и слышать. И делать все, чтобы каждый чувствовал себя любимым и нужным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова